Я так давно дружу с поварами, что меня невозможно чем-то удивить. Ну чем? Стерлядью в шампанском или десертом из белых грибов? Однако есть мельчаки, которые думают, что это возможно. Посмотрим, что у них из этого получится. От поваров я не приемлю долгих рассказов о том, как это будет удивительно, вкусно. Мне не нужны никакие оправдания. Разговором с это не будешь. Я хочу всё видеть, всё пробовать и вам того же советую. Итак, давайте посмотрим на стол, что есть. Мясо. Мясо. Прекрасный стейк. Это меня радует. Я люблю мясо. Много травы. Всё правильно. Давайте спросим, что мы будем сегодня делать у замечательного повара Анатолия Бордиана, моего друга. Привет, привет, привет. Мясо. Мясо. Всё понятно? Будем готовить мясо? Да. Ну что, ты решил сегодня удивить меня мясом? Да, Дима, я тебе решил удивить мясом. Я ел мясо, знаешь, в каких количествах и в каких пропорциях. Не, ну количество это понятно. Ну ты знаешь, что я люблю мясо, поэтому давай. Итак, что мы будем делать, я тебе не расскажу, я буду готовить. Стейк-рибай, правильно? Будем стейк-рибай делать сегодня. Самое лучшее место. Да. Самое лучшее место для ребая. Чеснок. Мы его пополам порежем, как-нибудь растолкнём. А ты знаешь, что, пока ты это делаешь, ты знаешь, что ребай происходит от двух английских слов. Вот это слово ребай. Ри — это ребро. Рёбра. И ай — это глаз. Да. Ай — это глаз. Потому что на поперечном съезде это мясо имеет форму глаза. Да. Вот он считается глаз. А находится на ребре. Да, вот он глаз. Находится на ребре. Это вот эта вот мышца. Причём ребай находится только наверху. Внизу это стриплоин уже называется. Итак, чеснок. Всё правильно. Да. Чеснок. Прям вот его так... Ну, ты знаешь, для такого хорошего мяса, в принципе, ничего не надо. Достаточно перца и соли. Да. Возможно, достаточно. Но я сделаю так, как я делаю, и ты будешь это есть. Я не понимаю. Ты который раз тоже с кожурой берёшь чеснок, и который раз я удивляюсь, зачем тебе нужна эта шелуха? Она же ничего не даёт. Низачем, мне просто не нужно вот это вот чистить долго там ещё. Нет, она мне нужна. Ты потом посмотришь, для чего она мне нужна. Ты лентяй. Ладно. Дима второй раз прав. Второй раз прав. И чеснок. Чеснок уже был, это розмарин. Третий. Третий раз. Так, розмарин, тимьян, чеснок. Да, розмарин, тимьян, чеснок. Жмём побольше. Оливковая масса. Оливковая масса. Классика вообще. Классика жанра. Классика жанра. Ничего особенно. Давай возьмём чеснок, тимьян. Мне уже, понимаешь, мне уже, я устал уже эту фразу продолжать. Ты меня не удивляешь, ты меня не удивляешь. Что здесь такого? Ну и что, мясо, обычный маринад, я не понимаю. Да, мясо, обычный маринад. Но мясо мы будем жарить не куском целым. Дима. Дима. Нет, не надо. Да, 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 да. Это, кстати, ты хочешь испортить стейк, что ли? Да, 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 да. Я хочу испортить стейк, причём смотри, как я его буду портить. Не надо, я затвернусь. Мы любим сухенькое мясо резать. Я не могу на это смотреть. Но это надо есть целиком, ты что? Да, я согласен, что это всё вкусно целиком. Кусок одному человеку идёт. Что это всё прекрасно и так далее. Но мы сейчас... Смотри. Зачем? Ай-яй-яй-яй-яй. Какой смысл брать был Рибай, объясни мне? Из-за его жирности, мраморности. Вот. Вот какой смысл. Жирненькое, хорошее мясо. Окей. И мы ещё сделаем гуляш сейчас. Протушим с томатной пастой. Давай, делаем гуляш. Не захватил томатную пасту. Делаем гуляш, короче говоря, и стейк и Рибай. И стейк и Рибай. Нормально. А вот это, ну, можно просто полить этим соусом. Вот мы на такие кусочки вот. Я не понимаю всё равно. Я не понимаю. Гуляш, он должен быть не сильно крупно, не сильно мелко. В итоге, короче, ты взял Рибай и делаешь мне столовскую еду. Да. Почему нет? Почему нет? Ну, потому что... Вот, к примеру, ты в Америке живёшь, хочешь... Ну, потому что это хорошее мясо, потому что его надо есть целиком. Его надо только есть целиком или оно должно быть хорошо ещё прожарено? В смысле прожарено? Я люблю медиум Ре. Вот я имел в виду хорошо прожаренное не степень прожарки, а как оно жарится, где оно жарится, в чём оно жарится. Ну, это важно, конечно. Вот ты бы в чём пожарил Рибай? Ну, да просто на сковороде и всё. Просто на сковороде. Всё, гриль может быть. Я бы пожарил... Я бы на сковороде гриль. Вот я, на самом деле, не люблю эти сковородки гриль. Почему? Потому что их называют сковородка гриль. Якобы это гриль. Да? Ну, почему? Ну, это красивый рисунок. Это красивый рисунок, всё. Почему? Там происходят всякие процессы в этих же лобках. Масла не надо много. Это, ну, то, что масла не надо много, я подумал, что есть, потому что оно немножко отличается, Рибай, от сковородки, нежели на сковородке гриль. Потому что там вот эти жалобки, скорее всего, масло капает туда, стекает, она очень горячая. Да. Оно начинает... И этот дым проходит через Рибай, но этого очень мало. Я тебе больше скажу, можно даже сделать небольшой копчёный аромат при помощи сковородки гриль. Да. Как? Ну, в смысле, опилок туда накидать? Нет, не опилок. Давай. Я удивился. Мы делали вот этот аромат при помощи лаврового листа. То есть мы просто делали мясо на сухой сковородке, вообще без масла, просто положили лавровый лист и сверху мясо. Дима, дай мне, пожалуйста, копчёный... Ты что, не слышишь? Мисочку. Смотрите, он даже не реагирует. Да, мисочку дай, потому что я что-то не рассчитал. Угу, угу. Как-то... Ну, сколько оно будет здесь лежать? Не очень. Нисколько, чуть-чуть буквально, недолго, да. Мы подадим мясо с салатом. Хорошо. Тоже классика, да? Мясо с салатом, да. Мясо с салатом. Всё очень просто. Очень удивительно, да. Но здесь есть очень важный ингредиент. Очень важный. Посолим сейчас, да. Не потом, а сейчас. Это и вторая ошибка, друзья. Ну, как можно солить вначале? И даже знаешь, что ещё добавим? Ну, всё, ну, всё, все соки ушли. Вот ещё что добавим. А зачем лимон отсюда тебе? Вот так вот, чтобы вкусненько было. Да. За этим. У тебя только маленькие ложечки. Будем маленькой ложечкой мешать. Столь, мне кажется, ты сейчас себя ведёшь немножко некрасиво. Почему? Потому что ты просто, что ты творишь? Ты разрезал стейк рибай. Да, вообще жёстко. Просто жёстко. Взял обычный маринад, понимаешь? Взял хорошие продукты. И что ты, чем ты будешь меня удивлять? Во-первых, сейчас я тебя удивлю, прям шокирую. Шокирует он мне. Шокирует он мне. Я не верю в это уже. Тем, что я добавлю... Перец. Наконец-то. 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 Я держал это, я держал. Вот впервые он добавляет перец. Да. Крупного помола. Крупного помола. Но у тебя это не очень хорошее, поэтому мы берём, делаем следующее. Мы берём молоко. Жёстко, у меня это не очень хорошее. У меня замечательная вещь. Прекраснейшая просто. Да, но смотри. Это руки. Но смотри, вот это. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Вот это такая прекрасная вещь. Крупно. Крупно причём. И всё это замешиваем. Ну, прекрасно. Давай мы ложечками не будем играться, мы вот так вот. Да, вот, мясо любит руки. Вот так. Да, сделаем. Нормально, да? Шедеврально. 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 Я не понимаю, что происходит, потому что просто бессмысленность, полная бессмысленность этой передачи, потому что обычно просто взял и испортил стейк, обычный маринад. Всё очень просто и примитивно. Ну, правда. Вот ещё простой ингредиент. Ну что, пергамент. Сейчас я всё это положу в духовку. Почти что. Почти что. Вот так вот. Вот так вот. Ты ему не дал промариноваться? Дал я промариноваться ему. То есть такие тонкие кусочки, они промариновались уже? Это не тонкие, Дима. Это не тонкие. Если бы ты ел, тебе сказали, ешь каждый день рыбай. Пожалуйста, мы тебе будем покупать каждый день рыбай. Ешь рыбай. Что? Ты бы каждый день жарил бы его вот так вот целиком? Ты знаешь, люди, не каждый человек себе может позволить каждый день есть рыбай. Я понимаю. Но, имея такую возможность, но каждый повар имеет, каждый шеф-повар имеет возможность приготовить что-то другое. Если о том, что надоест мне или нет, мне не надоест. Надоест. Нет, не надоест. После вот этого случая надоест. Вот, мы чуть-чуть отбиваем. Ты превзошёл всех, по-моему. Да. Я крут, я крут. Нет, я не хочу. Вот у нас что получилось. Суперские штучки. Что ты карпаччо собрался делать? Я не понимаю. Вот, точно. Может, ты не ел карпаччо из рыбая. Ты ел карпаччо из рыбая? Нет. Нет, такое извращение я не пробовал, я думаю, что это невозможно. Я предвкушаю твое удивление, твой восторг. Я вижу вот это вот, вот как ты делаешь постоянно. Просто какой-то... Да, вообще так... Это просто, это... Я всё равно не понимаю, зачем для этого брать рыбай. Зачем брать рыбай для этого? Любой, возьми другой кусок. Это потому что мне нравится вот эта вот мраморность. Вот, видите, прожилки. Ну, возьми просто мраморную говядину. Так это и есть мраморная говядина. Ну, возьми другой кусок мраморной говядины. Почему рыбай-то? Потому что эта мышца, она не так работала интенсивно. Она очень сочная. И она очень вкусная. Вот именно эта мышца. Ладно, я не буду здесь. Это мраморный разговор, на самом деле, нас заведёт в тупик. Да, это пустой разговор. Хорошо. Ты считаешь так, пусть будет так. Ты используешь пергамент, а не плёнку, когда отбиваешь. Всё-таки плёнка прилипает. Плёнка прилипает. Плёнка рвётся. А что ты сам больше всего любишь готовить? Мясо или рыбу? Или овощи? Морепродукты и овощи больше. Вот это заметно. Потому что к мясу ты относишься. Он знал, что я так отвечу. Ты к мясу просто барбарски относишься. К такому хорошему мясу. Конечно, конечно. Ты просто знаешь это всё и решил меня поддеть, как всегда. Повар, который любит готовить мясо, никогда это не будет делать. Будет. Будет, будет. Ты будешь это делать, Дима. Да, я буду это делать. Ты будешь это делать. Причём дома ты будешь это делать. Да. Да, и ты будешь говорить, представляете. Размечтался. И вот так вот будешь говорить, что... Да, и все будут тебя хвалить, и ты будешь говорить, какой я всё-таки крутой. Всё будут говорить, вау, мы пришли к тебе домой и поели такого мяса, которое дома практически нереально приготовить. Хотя я покажу, что это реально. Да что здесь нереально? Всё просто. Мне кажется, он уже устал. У него даже не хватает аргументов уже. Уже и так, и ну что здесь? Ну как, придумай что-то более... Я теряю просто, я теряю смысл. Теряешь смысл. Смотри, вот всё. Люди теряют смысл, смотрят на всё это и думают, ну они просто извращенцы уже здесь. Что они делают? А, да, типа, да, я понял тебя. Да, возможно, мы извращенцы. Возможно, потому что можно было просто пожарить... Не мы, а ты. Нет, Дима, ну... Я просто стою здесь, потому что я ведущий, я должен следить за этим безобразием. Понимаешь? Да, Анатолий. Анатолий Анатолий. Анатолий Бордеян. Сейчас мы пожарим это всё дело. Так, мы возьмём вот так вот ещё, у нас очень хорошенькое вот это, замес. Оливковое масло. Оливковое масло, да. И мы ещё вот так вот. Ещё сверху. Да. Ещё сверху. Сейчас яйцами зальём в духовку, очень будет так. Посыпешь сверху шоколадом, будет хорошо. Да, типа необычно, там сладкое, вау, сладкое мясо. Так, давай, Дима, мы приготовим, подготовим салат. Можно мне ещё от тебя мисочку? Пожалуйста, мисочку от меня. Да. Вот эту. Мы возьмём обычные, опять же, ингредиенты. Руккола. Рукколу. Руккола отлично, очень полезный, кстати, продукт. Очень много там микроэлементов, витаминов. Женщинам очень полезна руккола, кстати. А мужчинам нет? Нет, женщинам больше полезна. Ладно. Уговорил. Мужчинам петрушка. И сельдерей. Вот, сельдерей. Сельдерей, да. Оклиф. Тоже обычный салат. Не особо примечательный. Обычный салат. Я не выбирал над салатами, на самом деле. Можно какой угодно. А это зря. Ну, нет. Что значит зря? Я выбираю. Потому что салаты всё-таки имеют разные. Как же всё-таки, особенно вот крест-салаты всякие разные. Крест-салаты, это выведено генетическим путём вообще. Проростки всякие разные интересные вещи. Проростки. А ты это всё не используешь. Привёл в пример. Даже не используешь для украшения. Крест-салат я использую в ресторанах для украшения. Здесь я не использую. Зачем? Чтоб тебя удивить крест-салатом, нафиг мне это нужно. И тебе это не нужно. Ну да, допустим. Понимаешь? Нам нужно что-то действительно удивительное. Потому что ты же уже всё повидал. Что-то действительно удивительное. Это вот это? Это вот это. Это вот это. Потом мы заправим наш этот салатик. Я реально уже начинаю злиться просто. Мне уже раздражает вся эта ситуация. Я просто обнаглел повар сегодня у нас в гостях. Да, да, Дима. Я наглею. Ну что? Я наглею, а вы наблюдаете. Это что? Это что ты? Что ты сделал с моей духом? Что это такое? Вот это то такое. Ты решил, что сауну здесь? Что ты сейчас будешь делать? Так, подожди. Вот с этого момента поподробнее. Ты разогрел камни в духовке. Пока ты там кофе попивал, я разогрел духовочку. Камни в духовке? Камни в духовке я разогрел. Знаешь, что я тебя попрошу, Дима? Да ничего. Ничего, просто подай мне две вилочки. Ты на камнях будешь готов? Подай мне две вилочки. Так, 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 так. Вот по-моему начинается. Так. Мясо пополам. И заправляем салатик. Вот у нас лимончик. Отлично. Отлично лимончиком. Говорю, вот это мне уже начинает. Отлично. Так что мы будем? Мы будем мясо на камнях, что ли, делать? Да. Аллилуйя. Да. И теперь скажи, что это для тебя неудивительно. Ты это ел каждый день. И так далее. Да нет, ладно, ладно. Я не буду врать, я не готовил мясо на камнях. Другая вещь. Другая вещь меня интересует. Какая? Смысл. Смысл? Сейчас ты все посмотришь. Сейчас ты все будешь... С способ приготовления необычный, согласен. Но какой смысл? Аромат. Аромат. Ты любишь шашлыки. Я знаю, я видел, как ты это все... Люблю, да. Даже не снимаешь шампур, ты все вот так вот ешь. Вот именно. Почему ты любишь эти шашлыки? Открытый огонь. Открытый огонь, запах дыма. Да, аромат. Запах жареного мяса на открытом огне. Именно горелого... Не горелого, а топленого жира. Это жир в основном такой аромат дает. Вот, я пришел сделать тебе то, что тебе нравится. Итак, ну что, давай. Берешь мясо. Так. Берешь мясо. Один кусочек. Ломать. И вот так вот кидаешь. Вот так кидаешь на камень? Да. И оставляешь. А до какой температуры у тебя была духовка разогрета? 270 градусов. То есть максимум? Максимум. Если было бы у меня больше, я бы еще больше разогрел. Так, что это за камни? Это обычные камни для сауны. Их можно приобрести в любом магазине. Давай я попробую тебе устроить шоу еще. Если получится, конечно. Что это? Ну почти что загорелось. Ну почти. А что ты поджигаешь-то? Я просмотрел. Все. Теперь переворачиваем мясо. А может и не надо его переворачивать? Нет. Ну чуть-чуть надо. А оно прилипает. Нормально то, что... Нет. Ты отдираю его. Может быть надо маслом смазать? Не надо. Там есть масло. Вот. И ты можешь еще кинуть парочку. Себе и... Не, ну вот этот кусок он уже готов. И жарить себе на усмотрение. Ты такой своеобразный бандю, да, мясное? По кусочкам. Вот с боков даже. Кидаем с боков. А ну реально за... Все. Вот этот кусок же уже готов. Все. Теперь ты это все дело ешь. Вот сюда. Да. Ешь, ешь прямо с салатом. Прямо вот сейчас. Как? Прямо сейчас ешь? Да, прямо сейчас ешь. Еще лучше ты берешь вот так вот, накалываешь прямо отсюда. Я не понимаю, что происходит. Давай. Ешь. Вот так набираешь салат мясом этим. Вот. Набрал. Вот так. А я бы добавил хлебушку какого-нибудь. Слушайте, как это... Это клево. Вот медленно тебе пожалуйста. Вот здесь сок, смотрите. Вот это да. Вот это да. Оно готово. Ну то есть в принципе это можно сделать и на сковородке, конечно. Нет, так не будет. Да почему? Слушайте, как классно. Можно вот так вот еще. Можно еще вот так, да. Ну мне нравится, знаешь что? Это какая-то такая история. Очень клевая. Вот так сидеть вдвоем. Да. Болтать. И на камнях тут же это мясо готово моментально. Да. И ты вот его раз, и именно с салатом. Там камни, например, могут остыть, но их можно еще раз разогреть. Или хватит этого жара? Хватит на час. Да ты что? С ума сойти. Ну смотри, мясо понятно. Да, может мы еще что-нибудь тогда сделаем, чтобы показать как-то разнообразие. Да, можно овощи даже. Ну как гарнир. Гриль на камнях. Да, овощи гриль, причем разные, какие хочешь. Давай, давай. Что нам для этого надо? А сделаем тоже быстренький маринадик. Отлично. Все так же, как на мясо. Прекрасно. И сегодня передача замечательная у нас, друзья. Я ем. Я ем. Он готовит. Да. Просто прекрасно. Посмотрите, можно сделать, можно, мне не надо ничего ждать. Смотрите, можно сделать, да, вот так. И сейчас я сделаю такую прожарку, кто любит, например, с корочкой. Ну, я просто покажу возможности камня. Посмотрите, роскошное мясо. Красиво. И вот, Дима, возьмем твой медок. К овощам очень, очень хорошо подойдет. Масло оливковое, чеснок, перец. Мед. 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 И сок лимона, как обычно. Мы сейчас этим делом овощи зальем и пожарим овощи. Это великолепно. Да, это будет очень, это будет очень вкусно. Так, хорошо, ты сделал соус. Что дальше? Что нам еще нужно? Дальше возьмем, смотри, у нас есть цукинки какие-нибудь. Цукинки, да, да. Ну, что вот было? Цукини, да, да, что у нас было? Прям вот такими вот соломами, скажем, нарежем. Соломами, так. Спаржа у нас есть даже. Ну, спаржа моментально приготовится на камнях. Спаржа, ну, я бы не сказал, что прям моментально. Мы ее вот так вот пополам разрежем. Мне кажется, я бы все-таки цукини нарезал кольцами почему-то. Цукини невозможно кольцами нарезать, потому что кольцо, оно, если вот так вот, кружочками ты имеешь в виду, да? Ну, кружочками, да, имею в виду. Не придирайся, а уж. Камни-то небольшие, ты такими кусками. Нет, 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 нормально, нормально. Смотри, у нас есть бекон даже. Давай мы и бекон тоже приготовим. Давай. Так, камушки мы можем чуть-чуть попередвигать. Давай, аккуратно. Аккуратно. Вот, смотри, у нас какая сторона. Они до сих пор горячие. Они до сих пор горячие, да. Где-то час, ребята, у вас будет держать камень температуру. Да. И, смотри, вот этим соусом мы залили. Так, все заливаем, тоже маринадик. Да. Теперь сделаем такую оболочку. Оболочку из бекона. Вот так вот. Вот так вот. Зачем? Вот так. Не зачем, мы просто... Это я так назвал, Дима. Ты будешь на беконе жарить? Нет, мы будем и бекон жарить, мы будем и овощи. Смотри. Смотри. Посмотрите, что происходит. Смотри. А ты можешь пока попридавливать их, да, чтобы они у нас хорошенько прожарились. Да. Соки текут. Нет, это волшебство, конечно. Вообще идеально это делать, конечно, на пикнике, да, на углях, разогреть камни. Да. И поверьте, вы удивите всю компанию, если будете реально это делать. Костер, соусом прям сверху, чтобы он горел, смотри. Обалденно. Вот так, чтобы это все дымилось. Просто обалденно. Пару камней в свои багажники возите всегда, на всякий случай. Да. Кстати, на углях, мне кажется, будет лучше, потому что температура все-таки углей выше, чем в духовке. И это будет круче получать. Если, кстати, воспользоваться вот этим приемом, про который я тебе рассказывал, про лавровый лист, будет аромат стоять вообще обалденно. Так что я говорю? У нас он есть. Давай попробуем. И заодно ты тоже убедишься в этом. Да. Просто мы вот так кладем лавровый лист, а сверху можем положить овощи, например, да? Ты можешь просто сверху. Вот. Да-да-да, вот таким образом. Сверху. Причем это будет, знаете, что будет? Не аромат лаврового листа, а именно аромат, потрясающий аромат именно копчености, дымка. Фантастика. Дима, а давай мы тарелочку, на тарелочку выложим, чтобы у нас это все... А то мы уже... Давай, вот держи тарелку, давай вот эту. И смотри, у нас салатик тот же наш. Я уже чувствую, я уже чувствую, лавровый лист начал давать ароматы. Салатик. Смотри, цвет, а? Да, да, да. Хороший цвет. Спаржа. А! Нет, способ приготовления действительно удивительный. Бекончик у нас тоже готов. Если бы мне заранее рассказали, что вот это реально можно сделать дома, на камнях. Может вообще можно готовить вот так на камнях, я бы не поверил. Мясо. Смотри, как это все на тарелке смотрится. Красота. А! Ну, конечно, в идеале лучше вот так на камнях подавать. Это очень красиво. Да, на камнях это... Если еще найти вот действительно плотские камни... Их очень легко найти. Это не так-то и трудно. Эти овощи тоже у нас готовы. Смотри, цвет. Готово. Нормальная, нормальная мужская еда. Я думаю, что женщины тоже не будут против такого. Все, эти сделаем медиум. Да. И у нас... Оп. Посмотрите, цвет, какой цвет. Готово. Соус от овощей еще так польем. Чесночок свежий. Отлично. Отлично. Ну что, мне кажется, что очень все хорошо. Я поел. Все очень вкусно. Это мясо, это овощи. Это все как бы на огне. Это гриль. Реально. Да. Я хочу попробовать еще спаржу. Гриль. Спарж-гриль. На камнях. Она приготовилась. Она шикарная. Это очень вкусно. Знаешь, чему я удивляюсь? Чему? Я удивляюсь тому, что дома, сегодня, в огромном мегаполисе, можно приготовить вот так вот вкусно мясо и овощи просто на камнях, в первобытных условиях. Это здорово. Друзья, закупайте камни и готовьте. Это же так здорово. Спасибо тебе большое за это. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»